Мэр Магадана Юрий Гришан посетил школу-детский сад в поселке Снежный. Городоначальник проверил, как идут занятия у малышей. Кроме того, глава города посмотрел рождественский концерт юных артистов. Как отмечает сам Юрий Гришан, он впервые в саду после того, как ушли строители. Учебно-воспитательный процесс организован хорошо, отметил глава муниципалитета. Я рад, что сегодня мое посещение совпало и с Крещением Господним, и дети готовились к утреннику. Вот и рождественский концерт я с удовольствием послушал. Здесь прекрасный коллектив. Я думаю, что ничем сегодня школа в поселке Снежный не отличается по содержанию образования, по качеству дошкольного образования и начального образования от тех школ, которые в городе. Но по условиям, конечно, это современнейшие школы. Напомним, строительство школы-детского сада вели в рамках реализации национального проекта образования. Торжественное открытие состоялось в сентябре. Рассчитана организация на 50 учеников и 30 дошкольников. Планов на благоустройство самого поселка много. Остановку для школьного автобуса сделали внутри Снежного, чтобы не подвергать риску детей. Собираются также перевезти на эту остановку пассажиров, которые ездят по маршруту номер 5. В Снежном живет много детей и подростков. Поэтому подведомственные мэрии и организации вместе с губернатором Колымы собираются сделать стадион для молодежи. Строительство планируют начать уже летом. Теперь снесем все. В комбинате зеленого хозяйства рады получению новой спецтехники, которую учреждение смогло приобрести при финансовой поддержке правительства Магаданской области в рамках областной программы «Столица». У нас пополнение. Мы в конце 2021 года получили долгожданную технику, которая поможет значительно улучшить качество выполнения работ по вывозу и сносу самовольных некапитальных строений. Всего КЗХ в прошлом году получили по программе «Столица» 3 единицы техники. Автокран грузоподъемностью 25 тонн, бортовой КАМАЗ с площадкой 7 тонн, который вывозит гаражи. И вот эта замечательная многофункциональная машина на базе полноприводного КАМАЗа с самосвальной установкой объемом 28 кубометров и грейферной установкой. Позволила значительно, во-первых, сэкономить, потому что ранее для этой работы, которая ведется уже третий год, привлекалось два погрузчика и два самосвала объемом 12-14 кубических метров. Производительность у них была незначительная по сравнению с данным автомобилем. который при помощи всего одного погрузчика, который производит слом несанкционированных строений, которые невозможно вывести целыми, самостоятельно производит загрузку, укладывает их с минимальным, как говорится, холостым объемом. По словам Алексея Гаврилова, техника работает уже неделю и показала себя только с хорошей стороны. Нет теперь никаких сомнений в том, что план, поставленный перед административно-технической инспекцией по сносу ветхих, незаконных и самовольно установленных построек и гаражей будет выполнен. Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для Вечернего Магадана. Программа «Столица» была реализована по предложению губернатора Магаданской области. Она служит для реализации благоустройства Магаданского областного центра. Так, в Магаданской школе номер два ремонтные работы пришли к своему завершению. Реставрировали второй вход в школу из-за большого потока детей, ведь все классы учатся в первую смену. Ну, поток очень большой через старый вход. Там большая проблема была и с гардеробом, поэтому произошла вот здесь некоторая такая реновация. Открыли новый вход, разделили потоки детей, что очень важно сейчас в условиях коронавируса, чтобы они меньше толпились в одной раздевалке. Открыли вторую вот раздевалку. Сейчас она у меня за спиной. Мэр города поделился о дальнейших планах на 2022 год. Работы продолжатся не только во второй школе, но и в английской гимназии, в 30-й гимназии и в ряде дошкольных учреждений. В этом году, я думаю, это осуществится. Разработают смету, выделяют деньги. И я думаю, что 1 сентября 2022 года мы уже встретим в такой вот обновленной внешней школе. На данный момент во второй школе обучается 821 ученик. Из них только в первый класс пошло около 93 человек. Сотрудники УМВД России по Магаданской области провели встречу со студентами политехникума в рамках акции «Студенческий десант». Проводят ее ежегодно на протяжении пяти лет. Для учащихся провели экскурсии по городскому отделу полиции. Ребятам показали, как работает дежурная часть, следователи и даже криминалисты. Придемонстрировали оружие, состоящее на вооружении полиции, боевые прям борьбы, которые применяются в практической деятельности ежедневно сотрудниками полиции при задержании правонарушителей. Как отмечают сотрудники УМВД, чаще всего к ним на службу приходят студенты, которые закончили направление юриспруденция. Либо те, у кого в органах работают родственники и студенты хотят продолжить династию. А служба полиции дает много льгот. Выйти на пенсию можно уже к 30-35 годам. Кроме того, утверждают специалисты, достойная зарплата и медицинское обеспечение. Кое-кто из студентов заинтересовался таким предложением. Было очень интересно, познавательно в плане того, что открылось множество перспектив различных, о том, что можно пораньше выйти на пенсию. Нам очень подробно все объяснили, рассказали. Да, я задумалась о том, чтобы поступить в подобное заведение, потому что мне показалось очень перспективным. В университеты принимают россиян до 25 лет. Несудимые, годные по состоянию здоровья. Срок обучения 5 лет. Курсантов обеспечивают бесплатным обмундированием, питанием и общежитием. С 10 января 2022 года федеральный закон номер 458 ФЗ был дополнен статьей 264.2 о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами. Фактическим обстоятельством для применения нового состава преступления является или будет являться наличие у лица административного правонарушения по двум видам. Значит, первое – это повторное превышение скоростного режима более чем на 60 км в час. Речь идет о части 7 статьи 12.9 Кодекса об административных правонарушениях. И второй вид или категория административного правонарушения – это повторный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Максимальное наказание за данные нарушения – до двух лет лишения свободы. Также с 1 марта 2022 года будет введен штраф до 2000 рублей для водителей, у которых отсутствует технический осмотр автомобиля.